всем привет вы находитесь на канале олдачно с вами я владимир козырчук автор этого канала и сегодня у нас речь пойдет о некоторых комментаторах не будем называть их никнеймов пытающихся привлечь внимание на себя пытающихся завести хайп на ровном месте сразу маленький пример мой коллега по работе лео беннегер леандр беннегер четырехкратный на сегодняшний момент чемпион европы по тайскому боксу бывший чемпион мира по тайскому боксу несколько лет назад победил вот это вот пресловутого шаолиньского монаха причем судили 4 судьи один из них был китаец земляк этого монаха и он тоже отдал все очки для победы лео люди которые заводят тему непобедимости и авторитета этого китайского монаха шаолиньского монаха на ю тубе на фейсбуке когда сталкиваются с моим комментарием с моими репликами о том что вот мой коллега какой-то такой-то одержал над ним победу по количеству очков злятся приходят в состоянии сумасшедшей ярости и удаляют мои комментарии им не нравится когда их кумир вдруг начинает терять пункты своего авторитета в глазах других людей юрий сенчуков его как-то приглашали на бобо и вместо того чтобы дать человеку возможность ответить на поставленные вопросы его пытались чмырить сам автор этого канала бобошного и еще там пара человек они пытались задавать ему во время его ответов новые каверзные вопросы автор канала пытался его чмарануть несколько раз но юрий сенчуков повел себя более менее адекватно интеллигентно и культурно конечно выпуск выглядел несколько говена по сравнению с тем что они хотели сделать в общем получается что они хотели его просто-напросто грубо говоря унизить синчукова и буквально недавно на одном из youtube каналов никто начал поносить такого человека как поносюк кто не знает кто знает этот человек достигший высокого дана в годзюрю человек занимается стилем журавля человек имеет под собой федерацию имеет клубы школы начинал он начинал он по моему с вольной борьбы и его тренер ставил его всегда с ребятами старше чем он с более сильными для чего это делалось для того чтобы у молодого спортсмена выработалась сила воли выработался стальной характер и он научился бороться научился драться сейчас если вы хотите посмотреть его методику тренировок его работу с людьми не только на ю тубе но и в гугле можно посмотреть информацию об этом человеке но почему почему я затронул тему именно вот этого поносюка один из комментаторов на одном из youtube каналов начал принижать реальные возможности реальный опыт этого человека говоря что да этот поносюк никто и звать его никак да и вообще он не то что драться стоять не умеет и еще была там такая реплика ни один тренер восточных единоборств никогда в жизни не привел ни одного реального поединка то есть человек пришел пришедший на канал полностью уверен в том что он несет вот эту вот околесицу и пытается заставить людей верить в эту околесицу как в настоящую пранду во первых это не красит человека как мужчину скажем так а во вторых если ты привык жрать колбасу докторскую намазывая хлеб маслом сверху этой колбаской и какать на других людей в интернете которые добились действительно высоких вершин не только в спортивных единоборствах но и в восточных единоборств боевых системах это не дает тебе право оскорблять этих людей может быть ты считаешь себя умнее чем они да ради бога может быть твой уровень интеллекта был когда-то выше чем у этих людей но по твоим вот этим вот выступлением по твоим комментариям увы такого не скажешь обычно обычно говорят такие вот люди высказывают такие вот комментарии те кто действительно в жизни ничего не добился ничего не смог достичь но их давит жаба их давит черная зависть на тех людей кто занимается спортом кто ведет свои школы у кого есть федерации у кого есть международные звания и титулы чемпионские титулы не какие-то купленные через какие-то онлайн магазины значки чемпион вооруженных сил хрен знает какой страны купил себе такой значок распечатал у себя на принтере диплом чемпиона вооруженных сил и хвастается своим подписчикам вот смотрите какой я боевой здоровый мужик у меня чемпионский титул все же прекрасно знают что звездочку вот эту вот или там медальку ты купил в интернете потому что именно такая медалька она лежит по моему за 10 или за 20 рублей в интернете свободной продажи сегодня у каждого человека дома есть принтер можно распечатать себе какое угодно диплом какое угодно свидетельство и выдавать себя за патриарха там не знаю стиля там муравья или стиля там навозной мухи скажем так но это не дает тебе право оскорблять других людей которые действительно чего-то достигли в жизни которые действительно добились высоких результатов достигли высоких целей в восточных единоборствах никогда не стоит забывать о том что карма она как бумеранг она бьет обратно причем бьет с двойной силой и если вы не умеете себя вести то лучше и не надо встревать ни в какие дискуссии ни в какие диспуты никуда я одному человеку ответил вы так утверждаете что поносюк ничего не может создается впечатление будто вы знаете его всю биографию от и до человек сказал мне что он никогда не сомневается в том что он говорит это знаете это есть такая поговорка умный никогда не скажет что он умный но идиот везде будет кричать что он умнее чем другие вот вам и результат вот и делайте выводы все что я хотел сказать буквально вот так вот коротко по этой теме хайп в интернете хайп на youtube каналах охаивание людей которые действительно достигли высоких результатов в спорте так же как моего коллегу леандра беннегера несколько лет назад после того как я снял с ним видео интервью по его тренировках его методики тренировок разминках вообще просто поговорили мы с ним даже затронули тему его поединка вот этого спарринга с этим китайским этим шаолинским монахом где он кстати победил этого монаха после этого интервью у меня на канале появились люди которые пытались унизить достоинство вот этого человека четырехкратного чемпиона европы по тайскому боксу и бывшая чемпиона по чемпиона мира говоря что он ни черта не умеет у него техника не так как вообще корявая до стоять он не умеет до вышел бы он против наших донецких подвальных пацанов они бы его сделали на раз когда я сказал это своему коллеге он просто и лаконично ответил да ради бога пусть они хотя бы пройдут часть того пути который прошел я если они выстоят хотя бы в десяти поединках тогда мы будем с ними разговаривать а гавкать перед монитором компьютера может любой кому не лень вот так вот такие вот дела в такой погожий хороший день такая вот тема у меня на канале ну от таких тем никак не уйдешь они сопутствуют нам они идут рядом с нами наше личное право касаться этих тем или не касаться я чуть-чуть коснулся потому что ну не хочется мне встревать в диспуты какими-то идиотами на других каналах потому что заведя свой хайп они потом просто-напросто берут удаляет ветку со своими комментариями и даже твои ответы пропадают а у меня на канале к сожалению они этого сделать не смогут то есть если я высказал свое мнение мое мнение остается у меня на канале а ваше право соглашаться с этим мнением или нет не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк адекватный комментарий с вами был я владимир казарчук автор канала ол дачман всем удачи пока